Торжественное мероприятие, посвященное празднику труда Московской области и Дню местного самоуправления, прошло в Ленинском городском округе. На нем различные награды получили представители трудовых коллективов и работники профсоюзных организаций. Лично поздравить тех, кто составляет славу и гордость муниципалитета, приехал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Представителем трудовых коллективов он вручил награды губернатора Подмосковья и региональной думы. Педагог Анна Духанова и инженер Алексей Киндин были удостойны звания заслуженный работник Московской области. Эксперту администрации округа Ольге Левкович был вручен знак областной думы за труды. Как говорит наш президент, человек труда – это неотъемлемая часть развития общества и современного государства. Во все времена так и было, потому что от человека, занимающегося конкретным делом, много что зависит. От всей души поздравляю всех присутствующих в вашем лице, ваши коллективы и всех жителей городского округа Ленинский с наступающими праздниками. Глава муниципалитета Станислав Катаров в честь праздника труда и дня местного самоуправления вручил благодарственные письма и почетные грамоты администрации и главы округа 30 представителям трудовых коллективов. Четверо из них были награждены знаком главы Ленинского округа за личный вклад в развитие округа. Говоря об интересах наших жителей, мы никогда не забываем и про наши предприятия, которых сегодня на территории Ленинского городского округа более 17 тысяч уже. Каждый год прирост, по крайней мере, за прошлый год было более полутора тысяч предприятий у нас добавилось. В этом году мы ожидаем прирост порядка двух тысяч предприятий. Мы все для этого делаем, чтобы Ленинский городской округ развивался, шел вперед. Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко также отметил почетными грамотами и благодарностями тех, кто работает на благо муниципалитета. В своей речи он отметил, что в нынешнее непростое время многие своим трудом приближают победу в специальной военной операции. Два последних года, мне кажется, научили всех нас по-особенному с уважением относиться к людям, которые, невзирая на личное время, на свои силы, на возможности, работают и делают благие дела для нашей страны, для нашей Родины. Мира, добра, благополучия, новых задач, новых свершений, неиссякаемой жизненной энергии. С наступающими праздниками. Также за многолетний труд, активную деятельность по защите социальных и трудовых прав и интересов трудящихся награды получили работники профсоюзных организаций.